И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня я решил записать видос на Чуперделе, на том самом моём любимом, на гибаторском аккаунте, на шафте. Это единственная пушка, которая имеется на данном аккаунте. Аккаунт исключительно на данном интересном вооружении вообще, в принципе, построен. И, к слову, это единственный шафт, который у меня имеется где-либо. Именно здесь я на данной пушке и играю. И сегодня я хотел бы поделиться своими, не знаю, прокачками, можно так сказать. Тем, что уже наполовинку наш Hornet'a шафт прокачан. Уже МК-7 с половиной у нас полноценно имеются. Но если сравнивать именно исходя из прокачек, то там будет МК-7,7, наверное, где-то. Если так уж рассмотреть более детально и глобально эту всю темочку. И хотел бы скатать сегодня на данном аккаунте Кикатку. Если вам нравится данный аккаунт, если вам нравится игра на шафте, моя, хоть она такая, ну, не совсем жестко нагибаторская, то давайте наберем на данном видеоролике 150 лайков. И сразу же в следующий видеоролик у нас на данном интересном вооружении выходит. Вы очень любите данный нагибаторский аккаунт, поэтому поддержите данный видеоролик лайком. Мне будет очень сильно приятно, если вы прямо сейчас все это дело, конечно же, сделаете. Ну и также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. И у вас красным горит кнопочка подписаться. Сделать ее серым мне будет очень сильно приятно. Ну а сегодня, что касаемо каток, я думаю, что поиграем в стандартные дефолтные контроли точек. Возможно, надо было бы, наверное, даже посмотреть, что у нас там по заданкам было. А, у нас Джаггернаут. Окей, скатаем тогда катку в контроли точек и скатаем катку в Джаггернауте. Что касаемо Джаггернаута, тоже есть мне что рассказать. По данным званиям, по данному аккаунту, есть очень интересная информация у меня. Как можно очень жестко разваливать на таких званиях вообще, в принципе, на таких вооружениях на Джаггере. Это просто лютая темочка, если вы сыграете очень аккуратно. Ну, в общем и целом, давайте, короче, скатаем данную катку. У нас запикало уже на Кельна, там уже перейдем, когда к Джаггернауту я расскажу свою историю по игре на Джаггере на таких званиях. Это очень интересная темочка. Что касаемо резистов, до сих пор у меня на данном аккаунте их нету. Я думаю, что когда мы докачаем полноценный Хорнета Шафф до М4, то есть до теперешних МК8, то тогда уже займемся прокачкой и покупкой новых интересных резистиков. Я думаю, что их первоначально не будет особо большое количество. Остановимся на каком-то определенном, может быть, трех новых резистах, которые я прокачаю, на которых я сделаю акцент. Потому что, по сути, нет смысла все покупать, как вы понимаете. И все равно в матчмейкинге превосходствует несколько тройку этих пушечек. И все пушки там скупать вообще нет смысла. Поэтому давайте попытаемся сегодня эту катку выиграть. Что касаемо званий, здесь полковники, подполковники, майорчики, даже бригадирчик, он, я смотрю, катает. Поэтому не совсем легкая, наверное, каточка здесь у нас получится. Понятное дело, что М3 на гибаторы против тоже будет иметься. И, может быть, тут получится такая более потная и жесткая каточка. 5,5 минут остается до конца. Ну, а мы играем на контроль. Играем на контроль точек. Не будем, я думаю, что особо здесь жестко рисковать. Пытаться там на свой фарм играть. Понятное дело, что я играю вблизи. Играю на дэмэдж. По большей части не стою где-то ни кемперю особо большое количество времени. Пытаюсь сыграть максимально близко к точкам. И, может быть, просто такие без сводок урона понаносить. И это будет, в принципе, нормально. Подберем сейчас дроповую здесь дэдэшку. Дэдэшка на шафте это самый эффективный дроп, который нужен всегда и везде. Поэтому очень хорошо, что здесь он у нас упал. Ну, там подойдет еще одна дэшка. Ну, ладно, давайте ставим ее тиммейту. Ну, и здесь можно попробовать быстро... Хотел я сказать, свестись. Но как-то мне очень быстро башню мы сбивали. Твинс, смоки, гром. Ну, это такие пушки, которые сбивают прям жестко очень. Прицелы. И здесь у меня ничего не получилось противопоставить данным нагибаторским пушкам. Особенно потому, что у меня и резистов, по сути, нету. И они меня так просто смели, как мусор какой-то. Давайте пробовать здесь как-то отыгрываться. Смотрю, что они уже забирают у нас довольно большое количество точек. Овердрайв я свой первый просрал впустую. Ну, а я думаю, что это ничего страшного. Все это дело можно сейчас еще будет реализовать. Забрать одну точечку, поуничтожать противника. И потом уже переместиться на центр. Там уже начать контролить другие точки. Если бы я вообще здесь мину не схавал от этого титана нагибаторского. Было бы просто все великолепно. Так, 4 минуты до конца. Если честно, я бы вот сейчас на флангах бы похотел бы понаносить немножко урона. Вот так вот, например. Просто залпики такие покидать по противнику. Это будет очень эффективно. Притом, в раскладе то, что довольно часто бывает, так пушит противник на точке. И когда ты такие залпы даешь. Вот сейчас тоже неплохой выстрел был через танки. Мне даже на секунду показалось, что я уже там не попаду по нему. Ну, вроде попал. Все хорошо. И здесь противника тоже забираем. Играет за нас бригадир с приваренной башней. Но у него хоряжига как минимум М3. И еще он играет без модулей. Я не знаю, почему он играет без модулей. Очень странно. Мне кажется, что у него с таким вооружением должны быть 100% модули в гараже. И как он их катает без модулей. Напишите в этом поводу в комментариях. Это просто бот какой-то или что это вообще? Что это за нагибатор такой? Я не понял вообще прикола. Почему у него все так плохо? Он еще из приварки катает. Может вообще какой-нибудь нубасик, который давно не играл. Зашел с телефона там. И не понимает, что нужно делать на карте. И вообще в целом в игре. Может и такие нагибаторы имеются у нас в игре. Ну ладно. Сегодня не об этом. Нам надо катку выигрывать. Блин, не успел я доехать за дом. Получил эту жесткую плюху. От бомбы Васпика. Вроде как точка играбельна. Я думаю... Вернее не точка, а катка играбельна. Я думаю, что можно ее выигрывать. Надо просто пытаться забирать определенные позиции. И вот под этого викинга никак не вставать. Вот так вот, как я сейчас слился. Это было максимально печально. Это уже второй или третий раз, как меня уничтожает данный молодой человек. Блин, еще и сбивает башню. Это ужас. Что он делает? Я не попал, да? Офигеть, как твинт сбивает. Как тяжело ему противопоставить вообще что-либо. В таких моментах. Ну ладно. Две минуты есть. Надо выдамаживать сейчас центр. Я не знаю, там есть противник. Нет, противника нету. Можно даже ддшку унижать. Минку в подъемчик. Ой, в проходик поставим. Попытаемся забрать точку. Там наши тиммейты задавили. На вражескую базу. Пытаются там тоже что-то отхватить. Ты молодой человек, давай не сводись. Я сейчас попытаюсь вот в этой позиции постоять. И понакидывать. Там уже поражал он овердрайв. Это более неплохой. И теперь у меня есть свой овер, который надо реализовывать. Гром. Не сбивай, пожалуйста. Пожалуйста, не сбивай. 4к я дал не по тому, кому я хотел. Если честно. Ладно. Скроемся. У меня нет хп. У меня нет хп. У меня все плохо. Максимально. Ладно. Вы видите, как аккуратно можно выдавать хороший урон. И при этом не получать демодж от противника. Вы видели мое количество хп? Я весь овердрайв здесь прожил в такой позиции. Не самый приятненький, наверное, для себя. Ну ладно. Самое главное еще впереди. У нас остается одна минута до конца. Мы ведем в 4 точки. И противник начинает пушить в центр. Это очень и очень плохо. Потому что если сейчас противник будет контролировать 3 точки, то это ггшечка. И может очень плохо все закончится. Пожалуйста, не бери дд. Пожалуйста, хороший. Красавчик. Лучший. Молодец. Мою ддшку мне подсейвил. Ух ты, бомба. Стоп, стоп, стоп. Беги, беги, беги. Нормально. Великолепно. И центр. Сейчас надо центр как-то забрать. У меня нет овера, но там есть противник. Если сейчас этот твинс прожмет овердрайв, то это все. Это до свидания. Даже ничего не прожимает. Меня нагибает. Жесть. Ну, тиммейт. Тиммейт. Я должна сейчас забрать точку центральную. Если они ее заберут, то все будет хорошо. Забирают? Нет, нет, нет. Блин, 20 сек. Ой, похоже, провал. Ну, давай, давай, друг ты мой хороший. Не мешайся, пожалуйста. Ну, 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 ну. Точка, 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 точка. До времени уже нет. Все. Провал. Все провал. Все потрачено. Боже, ну, вот и как так бывает. Все-таки в таких боях вроде как ты уже тянешь. Вроде все хорошо. И под конец самый. На тебе и все. И проиграл ты боечек. И текай ты с городу, Ярик. Ну, боже. Очень обидно, конечно, когда так происходит. Ну, ладно. Не будем отчаиваться. Первую катку проиграем. Хоть и первое место здесь занимаем. Звания довольно большие, да, были. Я не скажу, что, как бы, если меня закинуло бы к своим там воронам. Там вы понимаете, да, что творится на воронах, когда я захожу в катку. И там, грубо говоря, катаются там, ну, васпики, хорницы, такие, м1, м2. Там просто эта плюшечка. Оп. Респик. Оп. Респик. Оп. Респик. И ты, ну, ты очень комфортно себя чувствуешь на таком-то вооружении. Но, когда уже закидывает тебя к бригадирчикам, когда там тоже такие опасные типы уже имеются, то ситуация уже выглядит другим образом. Когда там тебе кто-то мешает, сбивает, толкает. Тяжеловато, тяжеловато, согласитесь, все-таки играть в таких ситуациях. Ну, а что касаемо джиггернаута. Вот он, самый джиггернаут, который нам нужно просто взять и засейвить на протяжении всей этой катки. В чем прикол, друзья? У меня хорната шафт прокачан на МК 7,5, можно так сказать. Даже если посчитать по самим прокачкам, которые они дают, то там даже будет больше, чем половинка. Там будет даже где-то 7,7, но не в этом суть. В чем прикол? На данных вооружениях, в данных боях не имеется довольно большое количество игроков, которые прокачаны. Следовательно, я, нанося урон с такой прокачкой джиггернаута, во-первых, я ваншочу все танки противника. Во-вторых, если я живу долго, я зарабатываю нереальнейшее большое количество опыта. И здесь самое главное на джиггернауте, знаете что? Это не рисковать. Чем меньше я рискую, чем больше я живу, тем больше я фармлю. Все, соответственно, понятное дело, что если бы это был бы не видеоролик, а я бы сейчас бы играл бы на каком-нибудь стриме, я бы просто пушил этого джиггера, мне было бы настолько насрать на него. Но так как это видеоролик, и я хочу сделать максимально эффективную данную катку, я поиграю просто в мега жесткую дефовую катку. Я не знаю, что хочет сделать этот молодой человек, он там в спине у меня был, я даже сначала думал, что это мой тиммейт, потому что как-то очень странно он подъехал ко мне в упор. Я сыграю максимально аккуратно данную катку, и посмотрим, сколько мне удастся вообще набить здесь киллов, опыта. Уже 11 убийств у меня имеется, там противник Джаггер стоит тоже под этой первой стеночкой, но я даже не буду агриться на него, пусть он там стоит. Он мне не мешает, по сути, если наши тиммейты сольют, его будет вообще все великолепно, а я пока просто делаю киллы, фармлю опыт, и жига противника без нарки пытается меня слить. Ну, как говорится, добрый вечер, удачи, всего хорошего, может быть у вас когда-нибудь что-нибудь получится. Я не знаю, сколько у него, а у него тоже неплохо опыта, нифига себе. Вот мы друг друга нашли, у него там уже 200, у меня 240. Ну, нормально, нормально, он фармит, я фармлю, просто состоим, фармим. Каждый фармит, и у всех все хорошо, да? Но ничего страшного, я потом его запушу. Вы не думайте, что я дам выиграть данному молодому человеку в каточку, либо чтобы он сыграл ее в ничью, нет, нет, конечно нет. Я, конечно, его запушу, но это все я буду делать довольно-таки поздно, дабы мне потом не прилетело. Там где-то викинг рикошет был, а, вот он, вот он, молодой человек. Ну, давай, давай, нарез. Нарез, молодой человек. Ну, а ты хочешь как-то аккуратно сыграть? Ну, ладно, играй аккуратно. Играй аккуратно. У меня же 19 килов, а сколько мы можем здесь набить? Вот как вы думаете? Как вы думаете, сколько можно набить здесь килов? Я даю шанс противнику даже на сближение. Вы видите, что они пытаются пушить, они пытаются ехать. Но у них что может здесь получаться? Да ничего у них не может получаться, если не будет какого-то эгибатора, который заедет мне там с овером и начнет колбасить, очень дико жестко, то, в принципе, я здесь буду жить до конца этой катки. И посмотрим, сколько я смогу вообще набить килов. Мне очень даже интересно. Уже 22. Уже 22. Уже 23. И я, ну, даже, ну, особо не хочу смотреть на этого джаггера. Он там, хоть и, типа, прокачан, но я так понимаю, что у него по прокачкам намного хуже, чем у меня. Я могу наносить нереально большое количество урончика и ни в чем себе, по сути, не отказывать. Так, он, блин, Недашку прожал. А вот ты? А ты не прожал, ты на ваншотик! Блин, это, конечно, великолепная тема. Вот если бы так на основах было, что ты ваншотишь викинга, как раньше, как в старые добрые, вот это было бы круто. А так как ты не ваншотишь, иногда это, конечно, печально все дело выглядит, но мне главное здесь не зазевать, потому что вот такие вот молодые люди, которые едут в спине, они могут очень сильно мне помешать. Главное не проспать этих нагибаторов, потому что я вижу, что они там закатывают и по центрику закатывают. Ну, давайте там сводочку дадим, дабы он не расслаблялся. Ну, ладно, заехал за стенку. Делает вид, что он умный нагибатор, который умеет играть, а вот этот может прожать овер, да, вот он его и прожимает. Ну, ладно. Поменяем траекторию, овердрайв прожмем. Я как бы для этого овердрайв свой копил, дабы потом не улететь на респик. И тут, конечно, надо, 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 надо по сейвове, надо по сейвове, боже. Сейчас очень плохо, если честно, все. Очень плохо. Очень, очень даже, я бы сказал, плохо. Мне не нравится эта ситуация. ХП мало. ХП мало. Главное, чтобы Джаггер меня сейчас не запушил вражески. Все, а он идет меня пушить. Ёп твою. Нет, не идет пушить, он испугался. Не, не, не думай даже, что я тебе дам себя запушить. Ты там где-то стой. Смотри, кури-бамбук, молодой человек. Минуты 20 сек. Так, мне овер надо один прожать. И потом, вот это, конечно, гаусик. Очень опасный тип у них. Хорошо, что он немножко неграмотно сделал. Если бы он бы меня еще забайтил как-то, пропустил бы, то, возможно, бы у него удалось меня слить. Видите, когда у тебя нет резиста от противника, какие ситуации все-таки бывают в таких катках. Ну, а так, это тотальное уничтожение. Ну, вы видите, да, что происходит. Вы видите, насколько легко делаются киллы. Насколько быстро ты уничтожаешь. Любой танк, ваншот. Любой танк, который не прожимает дашку, он ваншотный. Просто. Здесь играют одни викинги. Викинги, васпы, харьки. То есть, если викинга ваншотят, я уже не говорю, что там творится с харьками. А наши тиммейты еще и слили вражеского джаггера. Ну, это все. Ну, до свидания. Это добрый вечер. Это просто добрый нафиг вечер. И я вообще могу себе уже точно ни в чем не отказывать. Наверное, даже сейчас пойдем уже пушить джаггера. Полторы минуты остается до конца. Поря жига. А, ну, он даже без нарки, да, бьет? А, ну ладно. Пусть летит вниз. У нас 35 киллов. Блин, хотел 50-ку набить, если честно. Что-то как-то они сначала открывались, так под меня очень хорошо. Потом этот гаус меня запушил. И как-то все так получилось, что все плохо заканчивается. Я думал, что я здесь больше дам киллов. Ну, ладно, это еще не конец. Хотя, по сути, нет. Зачем я пойду пушить джаггера? Мы ведем в катки. Правильно? Правильно. Зачем я пойду пушить джаггера? Если я пойду запушу джаггера, а потом меня какой-нибудь молодой чебуречек заедет и сольет в спину, это же будет все плохо. Правильно? Правильно. Поэтому давайте я не буду вообще рисковать. Зачем мне этот риск? Зачем мне этот риск? Мне не нужно рисковать. Мне надо сейчас просто выиграть катку и довести ее до победы. 1-0. Это комфортный счет. Я считаю, что 2-0 по сути ничего не изменит. А вот если я запушу и обкекаюсь, там уже будет все плохо. Еще и гаусс овер прожимает. Гаусс, конечно, очень дикий. Моментами. Ему могло бы повезти и моментами, если бы он поймал бы нужный тайминг. По врыву. Но, так как он в этой катке нужный тайминг не поймал, то у него все как бы великолепно закончиться не могло. А у меня вот в этом плане все очень даже хорошо. Я делаю 43 килла. Не 50, конечно. Обидно, досадно. Может быть 44. Нет, 44 не попадая. Ну и Джаггер там выезжает. И, в принципе, на этом все. 680 опыта. 43 килла. Вот вам Джаггернаут. Вот вам Джаггернаут на этих званиях, друзья. Вы видите, что все ваншотится. Потому что что? Потому что у меня вооружение прокачано. Потому что МПК моего Джаггернаута нереальнейшее. Крутое, большое. И данного урона хватает на ваншоты викинга. Викинга ваншоты. Если не ошибаюсь, там 2700 урона вылетало. 2800. Около этого урончик падает. И вы уже понимаете, что это такое. Вы понимаете, что такое Джаггернаут на старших лейтах. Когда у тебя прокачано вооружение. Настолько круто, как у меня прямо сейчас. И как же легко удается просто-напросто брать и разваливать противника. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился. Если вы хотите видеть новые видосы на данном интересном аккаунте. То не забывайте прямо сейчас прожимать лайк на данный видеоролик. Если вы его еще до сих пор не поставили. Также не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.